Сегодня у нас пятый журнальный клуб и две статьи. Соответственно, одна посвящена анализу, вообще проблеме застывания при ходьбе, фризингов, при ходьбе, при болезни Паркинсона. И вторая статья, с которой мы начнем, посвящена применению генных панелей, генных NGS-панелей в диагностике дистоний. Соответственно, вот эта первая работа, она была опубликована в 2017 году. И почему она была инициирована? Потому что, в принципе, на текущий момент, как мы все знаем, диагностика дистонии, она может быть очень мучительной, и не всегда мы можем вообще в конечном счете прийти к какому-то конечному диагнозу, если речь идет о генетически обусловленной дистонии, наследственной дистонии. В этом нам может помогать новая классификация, которая освещалась как раз Юрией Александровной на одной из видеосессий предыдущих. И, в частности, она подразумевает четкое выделение феноменологических подтипов дистонии, характеристику ее начала, характеристику самого гиперкинеза, распространение вовлеченных различных отделов тела в гиперкинез. Соответственно, вот это подробное фенотипирование, оно позволяет выделить, как правило, у пациента какой-то ведущий превалирующий синдром, в частности, изолирована ли эта дистония, либо эта дистония с какими-то дополнительными проявлениями системными или другими неврологическими, что в конечном счете позволяет нам выделить некий спектр других, не других, а некий спектр нозологии, заболеваний, генетически обусловленных, которые могут являться причиной двигательного расстройства у конкретного пациента. Но все равно мы знаем, и мы нередко в этом как раз убеждались на видео-сессии, в том, что мутации в одном и том же гене могут приводить к очень широкому спектру двигательных нарушений, и порой это очень фрустрирующе, потому что мы можем видеть одно, подозревать один ген причинный у пациента, в то время как на самом деле причина развития двигательного расстройства кроется в совершенно другом гене. И по этой причине таргетное тестирование конкретных генов может иметь свою нишу, безусловно, при диагностике пациентов с подозрением на какие-то наследственные заболевания, в частности на наследственной дистонии, но все равно результативность нередко страдает от такого таргетного тестирования генозогена. И в связи с тем, что в течение уже последних, можно сказать, что многих лет все активнее и активнее внедряется NGS технологии, в частности генные панели, также полные зоны сиклинирования, полные зоны сиклинирования, это позволяет как раз лучше разобраться в сложных пациентах, где мы видим очень разнообразный фенотип, непонятный, сложный, который сложно привязать к какому-либо одному гену. В то время как Джесс Клонги позволяет нам тестировать сразу много генов, сотен генов, если не весь экзон, если не весь геном, для того, чтобы попробовать найти причину. Соответственно, авторы этой статьи, а коллектив авторов преимущественно из Нидерландов, из города Грюнинген, где находится один из ведущих центров подвигательного расстройства, в особенности детским двигательным расстройством, этот коллектив авторов решил оценить, насколько вообще результативна, какая диагностическая значимость применения генных НГС-панелей у пациентов с дистонией, у которых мы подразумеваем, что дистония имеет генетический характер, наследственно обусловленный характер. И сравнить этот подход с традиционным диагностическим подходом, который, как правило, раньше использовался. До сих пор, как правило, используются нами, когда мы пытаемся как можно подробнее финцепировать пациента и выстроить не список из двух сотен генов, которые могут быть возможной причиной, а список из одного, двух, трех, пяти генов, которых мы подразумеваем в качестве виновника в двигательном расстройстве у конкретного пациента. И что они для этого сделали? Они взяли всех пациентов, которые проходили у них с этими непонятными дистониями с декабря по апрель, декабря 2013 года по апрель 2015 года, примерно за полтора года. Надо понимать, что эти пациенты сразу, это сложные случаи, поскольку они были направлены в этот центр под витомным расстройством, теоретичный, так называемый, специализированный центр, и генная панель, она включала в себя 94 гена, мы сейчас коротко по ним пройдемся, чтобы иметь представление, что туда входило. На данном слайде представлены демографические характеристики пациентов, которые анализировались. Мы видим, что, опять же, преимущественно это были пациенты детского возраста. Это специфика, наверное, такой selection bias, специфика непосредственно этого центра. С одной стороны. С другой стороны, почему нет, много генетически обусловленных дистоний как раз манифестирует в детском возрасте, не взяли от изолированных, поэтому, возможно, здесь два фактора сыграли свою роль в таком распределении. И мы видим, что здесь, во-первых, распределение по различным возрастным интервалам, что в основном это дети до 12 лет, число пациентов в каждой возрастной группе, средний возраст пациентов в каждой возрастной группе на момент обращения в диагностический центр, специализированный подвигательным расстройством. И здесь мы видим, сколько в каждой возрастной группе пациентов было направлено из других специализированных теретичных центров. То есть, по сути дела, из той же самой категории высокоспециализированных учреждений, которые занимаются узкой какой-то проблемой. Здесь, на самом деле, будут перечислены все гены. Естественно, мы не будем по каждому проходиться, но мы видим, что, в принципе, список довольно большой, и он вполне резонные гены в себе несет, на которые следует скринировать пациентов. Тут мы видим и донелаться фазы пятого типа, которые имеют очень разнообразные фенотипы. В частности, например, хорея может в детском возрасте, и не только в детском возрасте, манифестировать у носителей мутации в этом гене. Мы видим здесь и ОНО-3, и болезни Вильциной типы ИСМБ, и все различные СИОРФы, все вариации на эту тему, митохондриальные. Не все. Не все. Не все, возможно, да. Многие из них. И паркинсонизм, соответственно, с раннего начала, различные тоже варианты. Нейродегенерации с накоплением железа, в частности, мутации в легкой цепи ферритина, в гене, который кодирует в легкой цепи ферритина. Дальше, если мы пройдемся, МПС-1-2, естественно, да, доброкачественная, соответственно, хорея, опять же, паркинсонизм, ну, в принципе, опять, не раз накопление железа. Мы со многими из них знакомы. Полк, опять же, тот же самый. Со многими из них знакомы. Некоторые из них, мы видим, может быть, даже первый раз. Но я бы сказал, что как минимум половина довольно знакомы. И они делают вполне резонное замечание. Да, интересно, что они ТОР-1А, да, тоже сюда. Там есть точечные. Точечные мутации есть, да, но чаще всего все-таки это делец и гад. Потому что, на самом деле, насколько я понимаю, до сих пор ведется дискуссия относительно значимости точековых мутаций гения ТОР-1А. То есть, как бы считается, что каноническая мутация – это гелеция. Да, я писала давно обзор. Писали, что нет, было давно. Просто они писали, что они есть, но очень редко. Ну да, да. Делать оговорку какую? То, что они... Ну, естественно, это логично. Они включили сюда спинно-целеблярные атаксии, связанные с экспансией, потому что просто не поймается эта мутация панелью. Кроме того, они сюда не включили ATM, то есть ген, который проводит развитие атаксии, терегектазии, который может нередко манифестировать в виде дистонии. Но они не включили ее к тому, что... Очень долго совещались, вот пишут, да, но не включили к тому, что можно по другим маркерам заподозрить данное заболевание, в частности, по повышенному риску рака молочной железы. Кроме того, мы знаем, есть определенные... Они гораздо менее специфичные биохимические маркеры в виде алькоглета протеина, иммуноглобулина А, в частности. И не включили болезнь Лешинаина, потому что, опять же, есть биохимический скрининг в виде простой, в виде однолескровенной мочевую кислоты. Что... Какие были критерии включения? То есть они включали всех пациентов, у которых они имеют подозрение на наследственный характер дистонии, соответственно, возраст... Чем это как бы... Как это характеризовалось? То, что нету оснований предполагать приобретенный характер, плюс как минимум один фактор из перечисленных здесь дебюту 40 лет или положительная отягощенная семейная альманской дистонии, либо сочетание с другим двигательным расстройством, либо какие-то пароксизмальные дистонии, либо сочетание с системными нарушениями какими-то, либо наличие лоригиальной дистонии. Ну, в частности, лоригиальная дистония, мы знаем, она для целого ряда дистоний характерна, таких как мутация в гене ТАП-1, ДИТ-6, да, или мутация в гене ТАП-4, это дистония четвертого типа, да, ДИТ-4. ДИТ-12, терапидон, сочетание баркинса, тоже может проявляться рентгенальной дистонии, то есть преимущественным увеличением кранево-церапикального отдела. Поэтому, да, действительно, наверное, это резонный, как считать, отдельного фактора выделять. И среди всей выборки дебют с ранним началом был в подавляющем большинстве случаев 144 пациентов из 61. Здесь просто, опять же, это скриншоты характеристики тех пациентов, тех направительных диагнозов и того фенотипа, скажем так, которые были у пациентов, опять же, просто для общего ознакомления. Здесь в самом крайнем правом столбце это отягощен или нет семейный анамнез, негатив, да, не отягощен, позитив отягощен, соответственно, национальная принадлежность, возраст на это обращение, вернее, возраст дебюта, возраст на это обращение и фенотип. То есть мы видим, что довольно-таки много изолированной дистонии, дистонии с глухотой, с мяклонусом, с нарушением умственного развития. Они, когда ставили диагноз дистонии, они пишут, например, МРТ, они оценивали, то есть они брали всех пациентов, у которых нормальный МРТ. МРТ всегда входило как бы в первичный диагностический поиск. Мы сейчас к этому вернемся. Но МРТ, да, всем пациентам проводилось МРТ. То есть там все нормально. Ну, я имею в виду, к дистонии, не знаю, с нарушениями когнитивными, может, это вообще какой-нибудь кортикопызан дегенерации. Нет. С когнитивными нарушениями там 21 год, дебют в 18 лет. То есть это замедление нарушения развития, да? Там он с задержкой. Да, здесь в основном есть возраст, в основном есть дети. Ну, или молодой возраст. Дистония с хорей, видим, есть с тиками, с атаксией. Я помню, смотришь, подозрительная. Да, с эпилепсией, изолированная дистония, опять проксизмальная дистония. Изолированная, с нарушениями, какими-то глазодвигательными нарушениями. Кстати, проксизмальных немало, да? И каким образом они проводили саму оценку, да, эффективности применения генной панели. Они, вот у них было, был 61 пациент, которых они скренировали. Поскольку у них не было реальной группы сравнения, чтобы понять, да, насколько эффективно применение джесс-панели, они, по сути дела, взяли ту же самую группу в качестве группы сравнения, но каким образом? Они взяли этих пациентов, 60-линого человека, и взяли экспертов. Взяли 4 взрослых эксперта и 4 детских эксперта. Соответственно, случаи с дебютом в детском возрасте они случайным образом распределяли для оценки, для экспертизы эти случаи распределяли между детским и дебютом. В то время как случаи с дебютом в взрослом возрасте после 18 лет они распределяли случайным образом между взрослыми и неврологами. Кроме того, сначала они предоставляли просто фенотип, описание фенотипа эксперта. И эксперты на основании фенотипа писали свои соображения в зависимости того, какой список обследований они хотели бы получить, чтобы дальше в каком-то направлении диагностическом продвигаться. После этого из всех медицинских записей, медицинских карт, которые были доступны на этих пациентов, экспертам давались все то, что было в наличии, поскольку это было ретроспективно, поскольку исследования ничего нового тогда на тот момент не могли провести, давали то, что было. И на основании этой информации эксперты дальше как-то расширяли или наоборот сужали свой диагностический поиск. После этого экспертам предлагалось, давались, давалось возможность формулировать какую-то более узкую гипотезу и спрашивали, какие бы еще дополнительные методы они хотели видеть, исследование, какого-то одного гена таргетное. И это проводилось, если была такая возможность. Соответственно, в конечном счете, поскольку не было такого в подавляющем смысле случаев, когда два эксперта, каждый пациент оценивался двумя экспертами, когда два эксперта полностью совпадали во мнениях диагностического поиска, они решили просто оценку каждым экспертам одного пациента взять за условно одного человека. Таким образом, в группе контрольной, где не использовалась NGS технология, получилось 120 человека, то есть 61 умножить на 2. А в группе, которую они анализировали с использованием NGS-панели, также там осталось 61 человек. Само проведение анализ данных NGS-панелей занимало 28 дней. на одного человека. Соответственно, вот здесь еще раз то, что я рассказал, контрольная группа, клинические описания давались с возможностью запросить любые исследования, которые проводились, в эти любые исследования в том числе включалась тест леводопы либо уже какой-то приведенный таргетный исследование гена. Потом давались эти результаты, еще раз описание случаев, имевшиеся данные, и после обсуждения диагноза еще раз провести дополнительные тесты, какие здесь они не были приведены, кроме NGS-панелей. Оценивало диагностическая ценность, то есть процент случаев, в которых весь этот диагностический поиск позволял прийти к милокулярно-генетическому диагнозу какому-то конкретному, в частности, если это традиционный поиск, насколько он был эффективен, если это NGS-панелей, насколько она была эффективна, скольки процентов пациентов. и оценили также стоимость и продолжительность диагностического поиска. Это результаты. Оказалось, что генетический диагноз благодаря использованию NGS-панели был установлен у 9 пациентов из 61. Это почти 15%. Много или мало? Вопрос хороший. Наверное, это в принципе относительно сопоставимо с теми показателями, которые сейчас получаются по результативности NGS-панелей, возможно, чуть поменьше на самом деле. Кажется, это мало, это стоит вопрос о общей необходимости использования панели. Мы сейчас к этому вернемся. Здесь просто для справки перечислены те гены, которые собственно были выявлены благодаря NGS. Номера случаев ребенок или взрослый. Какие гены? Да, ДИТ-16, во-первых. А вторых, синдром Репта в двух случаях был выявлен. Лутаровая цедурия первого типа. Дальше пароксизмальная кинезиогенная дискинезия была выявлена аж в трех случаях. И да, дефицит терезингидроксилаза, то есть болезни тегавы. В принципе интересно, да, учитывая то, что это с леводопой включался в стандарт первоначальных исследований. Посмотрите, да. И Нивенпик типа С, тоже выскочил здесь наш любимый. Кроме того, интересно, то в каких случаях эксперты угадали правильно диагноз без использования панели. То есть один из двух экспертов угадал правильно диагноз 16, один из двух угадал правильный синдром Муретта, в обоих случаях по одному из двух, никто не угадал второго суверия, профессиональный дискинезию, угадали все, что, в принципе, наверное, свидетельство довольно-таки кинезиоген дискинезии, что свидетельство в довольно-таки понятном фенотипе, очевидном, который, наверное, довольно характерен для того, чтобы тестировать таргет на конкретный ген. Терозин и дексилазу интересно, никто не угадал. Это очень интересный случай, потому что там дебют был в детском возрасте и дебют спаркинсонизма, в котором присоединился потом к дистонии. И, в принципе, кажется, что если имеется спаркинсонизм, то всегда попробуют леводопр. А дефицит тирозин и дексилаза, он должен быть чувствительным леводопием. Поэтому, честно говоря, меня смущает, как туда затисался этот случай. Ну, ладно. И NPC никто не угадал. Что еще, какие есть интересные результаты? То, что в контрольной группе для 122 условных пациентов было запрошено 355 дополнительных исследований таргетных генов. И в целом дошли из 6 генов. То есть 355 раз это проводилось. Этот запрос проводился. Диагностическая ценность применения GES-панелей составила 14,8% против 7,4% в группе контрольной. То есть все-таки там результативность в два раза была хуже. Кроме того, стоимость. Стоимость панелей для одного пациента в 17-м году Гронинге составляла 1822 евро. Ну прям кунал, заключается, может, очень дороже. По текущему... Мне кажется, это дороже. Причем довольно-таки ощутимо. Раз в два. Сейчас, давайте на самом деле посчитаем. 1822 евро это 140 тысяч почти. 140 тысяч рублей панелей. Но там 94 гена с динамой. Ну что? Нет, это очень дорого. Но мы все прекрасно понимаем, что в принципе порядок цен у нас и в Европе или в Штатах другой на все исследования, включая... Они же говорили, что у них эти исследования должны быть дешевыми. Да, но сравните со стоимостью дообследования без панелей в среднем на одного пациента. Она была дороже, чем использование NGS-панелей. В принципе, по большому счету, получается и дообследование с одним таргетным геном все равно было дороже, в смысле все равно оно было дороже, чем применение NGS-панелей. При том, что диагностическая ценность применения NGS-панелей была выше в два раза. Поэтому в принципе... Ну и соответственно длительность обследования. С NGS-панелей 28 дней, средняя длительность обследования в контрольной группе для человека составляла 102 дня, но там довольно широкие были вариации до почти года. Поэтому на самом деле даже из этого исследования, у которого есть, на мой взгляд, очень много ограничений в плане методологии проведения анализа, видно, что при всех этих но в два раза высшая результативность, дешевле и в принципе на самом деле мы видим, что из этих вот мы выявляем лекленно-генетический диагноз. Насколько это полезно? Ну, это полезно в случае дефицитодеративной нидроксилазы, нимонопика, пароксизмальной кинезерогенной дискинезии, да, но как бы это было угадано и без... Ну, они подвозили на это 2500 евро. Да, да, все это можно было сделать дешевле. И глутароацидоли первого типа тоже является лечимым заболеванием и метаболическим нарушением. Поэтому, в общем, в принципе, кажется, что это лишний раз доказывает то, что мы должны в необходимых случаях в той популяции пациентов, в той выборке пациентов, где действительно необходимо думать о использовании диагностического дефицитного основания ниджеф-технологий, включая панельные исследования, а лучше экзом, а лучше геном. Почему они выбрали панели, почему они взяли экзом, а геном, наверное, это стоило намного дороже? Сложно сказать. Нет, мне кажется, это стоило, наверное, просто дешевле, чем геном. Я не думаю, что намного. Ну, не знаю. Даже у нас там, аранжица они делали это исследование, брали пациентов с 2013 года, с конца, да, и они в преамбле пишут, что, в принципе, они на как раз 13-й год разработывают эту панель с 94 геном. То есть, я думаю, они просто условно ее обкатывали и заодно вот получили предыдущие такие результаты. Так что, есть что задуматься. Естественно, нужно помнить об ограничениях метода в плане возможности или невозможности выявления определенного рода мутации, в частности, болезни экспансии, если мы подозреваем, которые должны являться другим способом, дилеции какие-то крупные или дубликации. Но если мы говорим о точках мутации, то, безусловно, это может в значительной степени помочь нам в диагнозе иногда повлиять на тактику лечения, что немаловажно. Но, кроме того, важно то, что на семейный прогноз можно повлиять, потому что немало людей интересуются, какие риски добавлять детей, то, что они последуют то, что со мной случилось, или могу ли я иметь детей свободно, не опасаясь того, что мое заплевание передастся им. И ответить на эти вопросы можем попробовать, если используем те же самые GES-панели. либо экзорнотики герой. Вот. Вторая, может, какие-то комментарии. можно вопрос? Как можно сказать, что это наследство не доставили меня? Это хороший вопрос, и мне кажется, ну, как бы, учитывая то, что вы уже работаете с этим пациентом, частично можете сами не возвратить. То есть, когда мы видим, во-первых, когда нет очевидных указаний на приобретенный характер. То есть, в какой-то степени, да, это предположение методом исключения. Да, если мы сделали МРТ, видим, что нет никаких очевидных структурных изменений. Если мы видим, что заболевание прогрессирует относительно медленно, хотя надо делать сразу оговорку, что есть ряд гистоний, которые прогрессируют стремительно, та же самая ГИД-12. Метаболические нарушения, но они, опять же, они могут быть генетически обусловлены, но они чаще всего опять же дебютируют в детском возрасте, и если мы говорим о метаболических нарушениях, они могут различному типу протекать, как метаболические кризы, в частности, у детей, и тогда это тоже должно навести определенные мысли в плане диагноза. Кроме того, наличие или отсутствие потягощенного семейного анамнеза, наличие или отсутствие в плане, не только у родителей, но и у сипсов, например, у детей чаще всего генетически обусловленные дистании имеют тенденцию генерализации, что тоже немного важно, как раз генетически приходится на детский возраст, потом он спадает, чаще всего потом дебют это с фокальных дистаней. может быть, наличие еще каких-то органной мегалии, наличие возодвигательных нарушений, когда мы видим, что есть какое-то системное вовлечение в процесс и прогрессирующие медленно, то есть не острое начало, наверное, тоже стоит осматривать именно генетическую условность. С другой стороны, мне кажется, процент выявляемости мутации такой низкий, что не факт, что я исключаю все это, но исключаю, что все вторично. Согласен, да, всегда есть война, нет какого-то универсального рецепта, но, по крайней мере, мы видим, что если мы довольно-таки критично относимся к анамнозу, поэтому очень важно это собрать анамнозу, мы в этом неоднократно уже убеждались на многих случаях, причем иногда не все зависит от нас, но от нас требуется сделать максимально больше и с максимальным пристрастием проводить это дознание относительно семейного анамнеза, потому что то, как воспринимают отягощенность или неотягощенность семейного анамнеза болеет, она мне говорила типа нет, но у меня там папа балетная походка, у брата балетная походка, и у меня красивая балетная походка. это очень хороший пример. Вопрос о том, как разные люди по-разному называют одни те же финансы. Поэтому и, наверное, лучше максимально простым языком объяснять и спрашивать то, что мы хотим услышать. не спрашивать просто был ли что-то подробное у кого-то, были какие-то проблемы с ходьбой, какая-то необычная ходьба, изменения в движении, отличающиеся от других людей, то есть максимально расспрашивать на какие-то детали, которым иначально люди могут тебе давать значение. Вторая статья у нас по фризингу ходьбы при болезни. Может, ну, я успею. Я позволила себе начать с небольшого видео, чтобы все... Это видео не связано с этой статьей, это видео из другой статьи, чтобы все просто понимали, о чем мы говорим. Я называла это только неферезинговым застыванием, и ничего страшного, но все переживут. Вот, соответственно, эта статья выпущена в журнале Movement Disorder, распосвящена бразильскому, по-моему, футболисту, который, собственно, заболел болезнью Паркинсон, и у него развились вот эти застывания, и здесь, как мы сейчас увидим, в каких ситуациях они бывают, а в каких ситуациях они бывают. Обратите внимание. То есть, по сути, что такое застывание? Ну вот, сейчас, да, то есть сложность инициации. То есть, он как будто прилипает, потом он может сделать несколько шагов, потом он снова прилипает. Кстати, пациенты часто называют вот этот феномен именно прилипанием, что вот я, как бы, у меня ноги прилипают к полу, то и еще продолжать двигаться, да, то есть, с их словом. Обряд, когда ему дают мяч, да, у него это все проходит. И там, если вы его дальше видите, когда там какой-нибудь проем, какое-то препятствие, он снова это делает. И там все дальше, будет несколько записей о том, как он играет в футбол на поле, где вообще даже не видно, что у него болезнь Паркинсона. Ну да, он довольно-таки... Начинается, что там будет прям запись матча футбольного, где они там в форме играют, и как бы у него проблемы, вот он под номером 10. То есть проблем никаких нет, то есть проблем возникает именно, когда он просто идет без каких-то дополнительных, да, как это называется, дополнительных стимулов, просто он там был в периоде, а здесь он вон в периоде. Ну, они утверждают, что нет. Ну, в общем, поняли, да, что такое фризинг в целом, ну, или застывание. Соответственно, если мы попытаемся дать определение, то это внезапно развившаяся неспособность инициировать или, собственно, продолжить движение. Застывание при ходьбе встречается у более чем половины пациентов с болезнью Паркинсона или при паркинсонизме другой этиологии. Считается, что застывание несут себе пароксизмальную основу, мы сейчас посмотрим, там дальше картинка будет, и при этом они могут провоцироваться либо какими-то дополнительными движениями, например, повороты, да, какие-то сложные движения, появлением дополнительных когнитивных задач, то есть когда пациента просто попросили посчитать, например, когда он идет, когда какие-то эффективные, да, вещи у них проявляются, например, он испугался, да, или волнуется, переживает, то есть вот эти вещи тоже могут оказывать влияние на возникновение застывания. И особенность окружающей обстановки, собственно, дверные проемы, да, то есть такие пациенты часто говорят, что вот я иду, потом я встречаю дверь, и, собственно, все, да, и дальше целая проблема там зайти в автобус, выйти через дверные проемы и так далее. Вот, соответственно, подходы к лечению этого феномена, которые сейчас используются, да, они мультидисциплинарные, это определенная фармакотерапия, хирургическое лечение, физиотерапия, эрготерапия, коррекция, собственно, коморбидных расстройств, да, тревоги, когнитивный действитель, правда, не знаю, как можно скорректировать когнитивный действитель, выражено, но они не подпишут. Вот, соответственно, здесь, в данной статье они обсуждают, собственно, ГНС, заставание сейчас, мы дальше обсудим, и насколько эффективным может быть применение ныне существующих методик и какие перспективы, в принципе, в плане лечения, да, что можно еще и делать. Вот, соответственно, это прекрасная схема, это, собственно, вопрос о том, что если это слушать, наверное, то будет совсем не очень понятно просто слушать. Вот, соответственно, на этой картинке левая схема, это всем известная схема, да, вот эта, которую все учили, да, в ортостопической неврологии, да, собственно, прямой-непрямой путь, и, ну, всем известно, да, что при... И гиперпрямой. И гиперпрямой, да, мы сейчас это обсудим, мы сейчас по каждому пункту пройдемся, который здесь обозначен цифрками. Соответственно, на этой схеме, да, показано, в принципе, то, что происходит, какие происходят изменения взаимосвязи в базальных ядер коры при развитии болезни Паркинсона и, собственно, застывания при ходьбе. То есть, первый пункт, да, это то, что при болезни Паркинсона у нас прямой путь является возбуждающим, да, все это помнят, соответственно, при болезни Паркинсона у нас уменьшается активность прямого пути, что, соответственно, способствует, ну, изначально, да, это первоначальная причина развития самих застываний. При этом относительная сохранность, да, то, что цифра К2 обозначена относительная сохранность ассоциативной зоны стриатума и лобно-теменной коры, да, то есть, это вот этот момент. На ранней стадии болезни Паркинсона позволяет управлять походкой при помощи целенаправленных стратегий, то есть, это те подходы, когда, например, пациент, когда нам жалуется на застывание, мы можем ему говорить, что, например, вы попробуйте маршировать, то есть, по сути, когда у пациента развивается застывание, это, по сути, нарушение автоматизированной функции, правильно? Мы пытаемся перевести эту автоматизированную функцию в как бы целенаправленные какие-то движения, поэтому там разные методики или представляете там какие-то линии на полу, да, либо считаете, маршируете, да, то есть, по сути, называем, я так, по крайней мере, называлась, какой-то целенаправленной стратегией. Вот, соответственно, сохранность как раз на, по крайней мере, начальных стадиях, да, болезни Паркинсона, как раз ассоциативная зона стриатума и лобно-теменной коры позволяет использовать вот эти стратегии. Вот, но, как тоже указывается здесь, если вдруг возникает какая-то другая задача, которая снижает концентрацию внимания вот на вот это, развитие этой стратегии, да, соответственно, снова приводит к развитию вот этих застываний. Вот, а третий пункт это активизация гиперпрямого пути, да, гиперпрямой путь, это, соответственно, который ниже у нас идет, да, он приводит к усилению активности внутреннего сегмента бледного шара и ретикулярной части черной субстанции. Соответственно, да, это приводит к, ну, большему ингибированию, во-первых, да, у нас здесь мезонцефальный локомоторный регион, есть подденклопатинное ядро, да, которое в большей степени ингибируется, здесь еще мы видим связи есть с мужичком. Соответственно, усиление активности гиперпрямого пути приводит к нарушению модуляции навыка автоматизированной ходьбы мужичком. Вот, следующий пункт. И, соответственно, также, кстати, тоже, может быть, вы заметили на предыдущем видео, когда у пациентов развивается застывание, у них как бы вот в самом момент, когда они прилипают к полу, у них какое-то дрожание иногда появляется. Вот, и, соответственно, вот феномен этого как бы дрожания ног при застывании как бы ассоциирует с возникновением ассоциации, которая имеет частоту 5-7 Гц между как раз субталоническим ядром и внутренним сегментом бледного шара. Следующий пункт это 4, который показан вот на этой картинке, да, это, собственно, взаимосвязи, это петли, да, взаимосвязи между базальными ядрами и корой, конкретно, да, моторной, кора, которая отвечает за моторную, когнитивную, да, и лимбическую систему. Вот, соответственно, считается, что обработка сигнала посредством вот этих петель, да, приводит к разобщению между, точнее, секунду я сформулирую. Разобщение между базальными ядрами и корой. Ну, разобщение, то есть они как бы должны работать синхронно, но из-за того, что десинхронизация возникает в области стволовых структур, да, десинхронизация возникает в области вот этих петель, если так, в двух словах. Вот, и, соответственно, пятый момент, это на определенном этапе развитие экстренегральной патологии, соответственно, да, которая уже развивается, ну, тоже, по сути, в коре, способствует тому, что пациент уже не может использовать вот эту стратегию, целенаправленную стратегию для коррекции, собственно, вот этих застываний, да, так как он уже не может концентрировать внимание и так далее. То есть, ну, то есть, ну, примерно вот на этих этапах, у пациента имеется проблемы. То есть, как бы, такое резюме, да, из всего того, что мы сейчас сказали, этиология застывания при ходьбе, она гидрогена, да, то есть нарушение происходит на разных уровнях абсолютно, да, от прямого-непрямого пути, да, до мезонцефальных ядер, ядер моста, мозжечка, коры, то есть на разных этапах, и по сути считается, что это даже не дисфункция конкретно этих структур, а дисфункция конкретных нейронных сетей. Связи, да. Да, ну, и, собственно, сама этиология, поэтому, собственно, пароксизмальная, так как в какой-то момент они десинхронизируются, и это развивается, да, то есть это же не постоянно есть, это возникает в какие-то моменты, вот, плюс у всех пациентов это проявляется по-разному, да, то есть что тоже можно говорить о том, что как бы, ну, просто разные вот эти связи десинхронизируются в какой-то момент, поэтому и выглядит это у всех по-разному. И делайте такое предположение, что, возможно, им нужен различный подход к лечению, так как этиология различна, и по феноменологии это тоже в некоторой степени различно. Смотрите, как будто не согласны. Нет, я просто анализирую то, что, например, застывания при ходьбе, они могут развиваться на поздний стадик болезни Пархенцона, но при этом они могут быть ранним проявлением, если мы говорим, первичный прогрессирующий фризинг ходьбы, как вариант ПМП. Он может развиваться очень рано. И это связано как раз с тем, что на первых этапах дегенерации поражается в первую очередь. Если мы говорим о прогрессирующем нервном пролече, то это в первую очередь страдает средний мозг, так как расходят мезоцифальные отделы и связи его с пленоколупатильным ядром, во-первых. Во-вторых, нет, я все одобряю, я не согласен, просто еще раз вернемся к предыдущей схеме. Она очень хорошо инвестирует как раз то, что мы сегодня обсуждали со студентами. Нет, то, что действительно эти прямой, непрямой и сверхпрямой, и гиперпрямой пути, они имеют определенную цель, потому что они позволяют, с одной стороны, осуществлять автоматизированные движения, а ходьба является автоматизированным движением уже у взрослых людей. Если первые два месяца жизни у человека это чисто рефлекторная, в кавычках, ходьба, за счет того, что неконтролируемо активен центральный генератор паттерна ходьбы, то после двух месяцев этот центральный генератор паттерна ходьбы приобретает, над ним приобретается контроль со стороны базальных ядер, которые начинают созревать, со стороны коры, то, что мы здесь как раз видим, и, соответственно, в дальнейшем паттерна мышц, которые активируются вот этим центральным генератором паттерна ходьбы, он подстраивается под конкретного человека, и таким образом человек учится ходить. И в дальнейшем здесь мы видим то, что если страдает вот эта функция контроля над этим центральным генератором паттерна, то есть страдает вот это автоматизированное заученное действие, и по этой причине как раз, по сути дела, им нужно переходить на ходьбу не как на автоматизированный процесс, а как на осознаваемый каждую секунду процесс, то есть каждый шаг, по большому счету, он у них проходит через кору, через сознание, он не является автоматизированным, поскольку от функции ботанки ядера страдает, а поскольку априори исходная активен, как бы, да, сверх прямой путь, потому что он подавляет всю, всякую активность, прямой путь он способствует активации двигательной, сверх прямой путь он подавляет вообще всякую активность двигательную, ну, и теплодвигательную, а непрямой путь он способствует селективному ингибированию, то есть вычленению из какой-то вот этого общего хаотичного хаоса движения, способствует вычленению необходимого движения. И, соответственно, когда страдает прямой непрямой путь, который является, да, D1, D2 зависимым, то, соответственно, приобретает относительное превалирование получает гипер прямой путь который тормозит все поэтому тормозится ходьба ну и вообще в принципе двигательная активность но при этом на каком-то этапе я так понимаю даже уже попытка контроля тоже не приводит к положительному ну по мере течения да по мере дегенерации проводящих путей да безусловно уже может иметь может не иметь никакой эффект в данной работе они используют собственно разные уровни доказательности для разных лечебных методик которые они приводят соответственно ну если так резюмировать у них ниже чем уровня 3 1 нет для всех используемых методик вот соответственно поводу фармакологического лечения основной пор в плане фармакологического лечения делается собственно на оптимизацию дофаминергической терапии то есть это либо использование каких-то различных но более эффективных форм введения левадопы да либо оптимизация самой схемы да то есть принципе ну вот такая рекомендация что оптимизация именно дофаминергической перераменной терапии снижает длительность от периода да и соответственно может уменьшать выраженность заставания приходит вену как бы уровень доказательности 3 1 это самый высокий уровень, который здесь, в принципе, в этой работе есть, среди всех представленных методик. Второй момент, который тоже озвучивается, это использование трансдермальной терапевтической системы с ратиготином, препарат Мюпро, который у нас есть, в дополнение к перераменным препаратам Леводопа. Тоже он может снижать вероятность возникновения застывания ходьбы. Соответственно, здесь уровень декадательности 3.2 не приводит по тем работам, которые они нашли. Следующий момент, это использование, собственно, Леводопа, Кровидопа в форме геля. То есть, понимаете, Леводопа для кишечного введения. Тоже ввиду того, что пациент получает 24-часовое введение препарата, тоже могут облегчаться в период, и Леводопа-резистентные застывания при ходьбе, которые могли быть при переральном приеме, уровень заказательности тоже вы видите. Вот, соответственно, еще, я так понимаю, сейчас на определенной стадии клинических исследований находится новая форма Леводопа в виде аэрозоля, которая предполагается в виде использования, ну, что-то вроде того, что мы сейчас используем, адапар диспрофигируемый, только там это именно аэрозоль, то есть, я так понимаю, там лучше, да, будет биодоступность и так далее. Ну, предполагается, да, 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 вот, а считается, что, да, эта терапия может использоваться для лечения внезапных офф-периодов в течение дня, ну, и, соответственно, возможно, тем самым будет снижать риск застывания, соответственно, про доказательность мы не говорим, это все еще как в плане теории представлено. Вот, и, соответственно, тоже такой момент приведен, что, как бы, по аналогии с пациентами, которые получают, с Афомодиатом первого типа, которые получают лечение, да, при помощи инсулиновой помпы, возможно, имеет смысл разработать такую же систему для пациентов, да, нуждающихся в леводопотерапии, то есть, имеется в виду, что измерять концентрацию леводопа в крови и вводить именно нужную дозировку, соответственно, чтобы поддерживать эту концентрацию постоянно. Вот, ну, то есть, тоже так в теориях пока, то есть, возможно, там какие-то модели у них даже приводятся, что есть у них работа какие-то. Вот, а, соответственно, по поводу тех пациентов, которые леводопа, имеют леводопорезистентное застывание при ходьбе, приводится с табличками, когда пытались в разных работах исследовать другие препараты. А как часто встречается водопродесцентное наставание? Я не встретила, я так не искала прицелить, там не написано было. Я не написала. То есть просто написано было, что в тех ситуациях... То есть исследования довольно небольшие и все с сомнительной значимостью. То есть пробовали применять ревостегмин, он не показал эффекта, на застывание при ходьбе. Пробовали амонтодины тоже, там какие-то неоднозначные результаты получены. Пробовали метилфенедат, он показал положительный эффект только на пациентах, у которых эти застывания при ходьбе развились после установки системы ДВС, субталамические ядра. Пациентам, которым эту систему не устанавливали, это было неэффективно. Но опять-то исследования не очень большие. Соответственно, пробовали использовать предшественники нороденалина. Дроксидолпа, да. Ну, она, в частности, применяется для лечения ортодической гипотензии на текущий момент в США и в Беконии. Ну, в общем, для нее в данной ситуации получены тоже неоднозначные результаты, и, собственно, такие же результаты неоднозначные получены для ингибиторов аденозиновых рецепторов препарата кофеина. Знаете, интересно, что с Дроксидолпа, да, в сочетании с Антекапоном применялось. Ну, в общем, как бы, если так резюме, то никакой из этих препаратов в данный момент не показан. Я использую не потому, что, ну, вот кроме метилфенедата, то, ну, то есть, уровень деградатности 3.1. Ну, метилфенедат мы не можем в России применять. Дроксидолпа в России также не зарегистрирована. Единственное, что зарегистрировано, это нородреналегический препарат атомоксетин, который зарегистрированным показанием является синдромом гиперактивности и дефицитного внимания у детей. И, на самом деле, гипотетически это то, что можно рассматривать, чтобы попробовать. Он оф-лейбл по незарегистрированным показаниям попробует применять, в частности, при апатии. И были клинические исследования, например, при болезни генетинтонной исследования атомоксетина для лечения апатии, но он там не показал значимых изменений. Я так понимаю, здесь все упирается, на самом деле, в размеры выборов. Ну да, скорее какие-то серии случаев или единичных случаев. Соответственно, это по поводу фармакологического лечения. То есть на данный момент, по сути, основная рекомендация это оптимизация леводопотерапии и уменьшение выраженности офф-периодов, если мы говорим про пациентами с болезнью Паркинсона. А разница в эффективности между леводопой и агонистами нафаминовых рецепторов? Вообще, кстати, не было про агонисты, ничего написано. Ну, кроме вот ретигатина, да, больше ни про какие, ничего. То есть, видимо, даже не пытались, либо, ну, просто не написали, если бы пытались. Еще такой момент в плане персонализированного подхода. То есть есть тоже данные о том, что различные генетические варианты в гене катаколометилтрансфераза, да, который участвует в декоридации дофамина, могут влиять на ее уровень в префронтальной коре. Да, и, соответственно, ну, что отвечает за, который отвечает за исполнительные функции и внимание. Вот, поэтому пациенты, да, которые обладают высоким базальным уровнем катаколометилтрансфераза, могут нуждаться в большей энергической стимуляции, да, для уменьшения выраженности листований, тут вообще уровень доказательности из 6. Или в больших дозах эндокапона, да? Вот, ну, то есть такой момент они еще указывают. Вот, теперь по поводу хирургического лечения, мне кажется, там все более интересно, ну, в плане перспектив, в плане лечения. Соответственно, первый самый такой грустный, наверное, момент, что те традиционные методики, которые используются, да, то есть это установка электродов в субтономическое ядро или внутренний сегмент бюллетного шара, не способствует уменьшению застывания при ходьбе, уровень доказательности 4, правда. Вот, ну, потому что, я так понимаю, даже при установленных вот этих системах застывания встречаются. Мы сейчас, там будет пример, каким способом с этим мы пытались бороться и к чему это привело. Вот, соответственно, недавно, если я правильно помню, это была та статья, которая начала в 2011 году, там был обзор Moment Disorders по поводу применения юридического лечения при застываниях при ходьбе, установка электродов в области пидункулопонтинного ядра, да, то есть если мы вот на эту схему вернемся, вот это самое ядро, да, вот здесь, которое, то есть вот здесь, я неправильно, тут, да, вот. Соответственно, пробовали, там количество пациентов не очень большое, в которых это было испробовано, вот, но эффективность показана не была, но связали это с тем, что это ядро, оно как бы не маленькое, а довольно диффузное, и возможно, и все брали разные точки стимуляции, поэтому, возможно, там нужно подобрать, ну, правильную мишень, куда устанавливается электрод в первый момент, и, возможно, еще нужно просто подобрать правильную частоту, потому что, ну, тоже, так как это новая методика, а количество пациентов, в котором это было сделано, не очень большое, поэтому, ну, возможно, тут нужно еще поработать, то есть, ну, такие выводы, пока как бы, пока как будто бы не влияет, но нужно смотреть еще, вот. Вот. Следующий момент, что пытаются сделать, мне кажется, это такой довольно интересный момент, это мультитаргетная стратегия, то есть то, что мы говорили, что природа застывания при ходьбе заключительна в том, что страдают несколько нейронных сетей, то есть дезорганизация, работа не одной какой-то структуры, а нескольких нейронных сетей, и поэтому было предположено, что, возможно, имеет смысл ставить электроды в разные мишени, как бы стимулировать их, соответственно, возможно, это сможет привести к синхронизации вот этих петель, которые имеют разную, ну, как бы, дезорганизацию, вот, возможно, это сможет способствовать уменьшению выраженности этих симптомов, вот, и, соответственно, пробовали две мишени, тоже исследование довольно на маленьких группах пациентов, поэтому, ну, тоже пока уровень доказательства не очень большой, но, тем не менее, положительный, да, то есть, например, пробовали одномоментно стимулировать субталамическое ядро, эпидулахлопатинное ядро с положительным эффектом, и, собственно, как на постуральном нарушении, да, так и на застывание при ходьбе, и пробовали одновременно стимулировать субталамические ядра и ретикулярную часть черной спистанции, что тоже приводил, я, честно, не знаю только по поводу сторон, я просто не смотрела эти работы, но там, если что есть ссылки, то можно почитать подробнее, с какой стороны это делается, с разных сторон, вот, или со всех, в смысле 4, я не знаю, вот, ну, в общем, это, мне кажется, очень интересно, вот, а следующий момент по поводу электродов, которые ставили субталамические ядра, а было, ну, то есть обычно, я так понимаю, пациентам ставится частота стимуляции около 130 Гц, для того, чтобы уменьшать выраженность тремора, да, и других вещей, вот, соответственно, пробовали снижать частоту стимуляции до 60 Гц, это влияло положительно на выраженность застываний, но это усиливало тремор, то есть, как бы, ну, получается, что совсем комфортно, и предлагается такое решение, мне кажется, это вот в качестве, ну, того, что, возможно, будет использована в будущем, это использование неких адаптивных систем DBS, да, которые могли бы, например, автоматически изменять частоту стимуляции в зависимости от текущей нейрональной активности, то есть придумать какой-то аппарат, который будет считывать текущую активность нейрона в каком-то сегменте, который нас интересует, да, и за счет этого, да, для обратной связи будет изменяться частота стимуляции электродов DBS, вот, ну, то есть это вот в плане перспективы на будущее об этом сейчас пишут или думают, вот, то есть, мне кажется, это тоже довольно интересно, вот, а еще интересный момент по поводу того, что пробуют также использовать высокочасетную стимуляцию задних столбов спинного мозга, что обычно используется для лечения хронического болевого синдрома, получили тоже положительный эффект, но там такой момент, что это использовали не в качестве монотерапии, вот этих застывания, то есть, например, пациенты уже поставили либо какие-то электроды, либо там пробовали какими-то лекарственными препаратами, и то есть в качестве дополнительного метода лечения еще устанавливали их на уровне, ну, собственно, задних столбов, то есть, что тоже приводило к, ну, правда, с пятым уровнем готовительности, но к тем не менее положительному. Заказали же их? Я все равно, как же я молодец, но я вот, типа, пациент их сделал. Вот, ну, то есть в качестве альтернативы. Вот, соответственно, следующий подход к лечению – это коррекция поведения. Может, я правильно это перевела, но, в общем, некая… Дюйн, да, вот это? Да, вот, ну, да, вот целью указания – это я перевела так, я не знаю, это уж правильно или нет, но… Подсказки некие, да. Да, использование неких, да, каких-то поведенческих трюков, которые помогли у пациента, да, преодолеть этот автоматизированный навык. Вот, но проблема есть в том, что, например, пациент придумывает себе какую-то, какую-то задачу, если она этим будет постоянно пользоваться, то она тоже в какой-то момент может стать автоматизирована. Поэтому тут основная задача, она заключается в том, чтобы вот эта подсказка, она каждый раз была разная. То есть для того, чтобы для пациента каждый раз была какая-то когнитивная задача, да, а не, ну, в смысле, которая будет помогать ему переходить от автоматизированной функции ходьбы целенаправленной. Вот, потому что если это все время будет одна и та же подсказка, то как бы это работать в какой-то момент перестанет. А на сколько хватит резервов басальный хедер для того, чтобы это стало автоматизировано? Зависит от стадии заболеваний, интересно, или нет? Ну, любые, не знаю. Вот, они там приводят такой пример, что, например, можно использовать, ну, вот в качестве, да, таких подсказок, например, лазерный башмак, который специально делает метку, да, в зависимости от четвертого шага пациента, для того, чтобы... Есть видео в интернете, можно найти, это... Что тогда делали, там, надевали, по сути дела, вот этот источник лазерного луча, который проецировался на пол, и тем самым как бы не нужно там никаких этих палок с лазером, а человек идет и постоянно у него вот это перед глазами есть лазерная полоса красная, зеленая, неважно. То есть, по сути, вот на первом видео этот мяч для пациента-футболиста... Это как visual cue интернета. Да, да, но с другой стороны, я не очень понимаю, если он всегда был футболист, почему для него это не стал автоматизм? Я думаю, что... Да, он по-моему лиц. То есть, он постоянно импровизирует, правильно? Я думаю, что, на самом деле, учитывая то, что просто ряд вещей теряет свой автоматизм, как бы возможность к автоматическому использованию, применению, осуществлению, ему требуется применение сознательного контроля над каждым движением, чтобы эту дигитную программу извлечь и допустить ее. То есть, если у людей без болезни прокинсона мы не должны каких-то больших усилий сознательно для этого делать, то люди с болезнью прокинсона, они, как мы до этого обсуждали, там требуется постоянная активизация сознательной силы воли, условно, чтобы инициировать какое-то движение, начать его. И, собственно, тоже такая еще задумка есть, да, например, ну, этого еще, я так понимаю, в реальной жизни не существует, но задумка такая есть, то есть придумать некую систему эффективного обнаружения и прогнозирования возникновения застываний для их предотвращения. То есть, например, какой-то датчик, например, ЭГ записывать, да, от коры пациента, соответственно, этот сигнал будет восприниматься неким, да, неким аппаратом, компьютером, который будет преобразовать этот сигнал, да, и позволять нам, например, либо какому-то девайсу давать как раз какую-то цель пациенту, да, вот конкретно в этот момент, когда это сейчас возникнет, либо если у пациента установлен DBS, да, то есть адаптивная система DBS, которая будет менять свою частоту, да, при условии, что сейчас, возможно, это начнется, да, либо это адаптивная транскортикальная стимуляция, тоже про нее сейчас, там чуть-чуть скажем. Ну, кстати, интересно то, что на самом деле ведутся поиски ЭГ-коррелятов, фейзингов, застываний при ходьбе. Надо просто понять, откуда это все. Да, там, да, там пытаются связать с бета-активностью, с предметом бета-активности повышенной, то есть, да, отдельная тема для обсуждения. Вот, и, соответственно, еще коррекция, да, поведенческая, по сути, это уже терапия, это использование умных очков, да, то есть это когда, тоже, наверное, слышали, мне кажется, тоже известные, да, вещи, когда в очки встроен компьютер, который под, ну, то есть, по сути, те же самые ботинки, только это все в очках находится, да, когда эти очки дают пациенту цель по требованию, но проблема... Дополненная реальность. Ну, типа такого, да, но дополнительная проблема этих очков заключается в том, что там ряд пациентов, которых используют, например, они жалуются на дискомфорт, когда они их носят, что они слишком тяжелые, или что они ограничивают поле зрения, и это, в свою очередь, может стимулировать застывание, а не помогать их преодолевать, поэтому, ну, то есть, нужно будет более аккуратно. Вот, когнитивно-поведенческая терапия здесь имеется в виду, то есть, я здесь не приводила уровни доказательности, они для некоторых каких-то заданий, например, конкретно выносят определенные цифры, мне кажется, это уже больше нужно для людей, которые этим занимаются. Вот, а в плане когнитивно-поведенческой терапии имеется в виду обучение пациента ходить там через препятствия, обучение пациента спокойнее реагировать на какие-то отвлекающие моменты, ну, то есть, какие-то, по сути, наборы упражнений просто. Вот, а там в плане плавания, по-моему, даже какие-то занятия водным спортом тоже могут как-то уменьшать выраженность застываний. Вот, а, соответственно, использование устройств, ну, то, что мы уже обсудили, да, для нейрофизиологической обратной связи, да, в режиме реального времени. Вот, а, нет, не обсудили. То есть, когда пациент, то есть, это, по сути, тренировка пациента, когда он, по сути, выполняет какое-то задание, постоянно тренирует специфические доны мозга, да, которые, ну, будут более активными для того, чтобы преодолевать... На самом деле, так, ну, разобралась в этом, но очень скользкое такое объяснение. Очень пространное, да? Да, да, да. Ну, то есть, по сути, тоже как тренировка определенных областей головного мозга, участвующих в... как бы не участвующих в генерации, а участвующих в помощи пациенту, когда он пытается преодолеть, ну, то есть, по сути, конкретное внимание, вот эти вот все вещи. И дальше по поводу использования магнитной стимуляции, да, то есть, по поводу использования ритмической транскранения магнитной стимуляции получены очень противоречивые данные. Очень часто пациенты, ну, вот именно с фризингом, которым проводилась эта процедура, жалуются на дискомфорт во время процедуры, то есть на какие-то болевые ощущения в ногах в том числе, и... то есть, причем там... Там разные локализации даже обсуждались, но там почти для... ну, какие стимулировки, я имею в виду, и там почти для всех, которые делали, вот проблема дискомфорта выходит вообще на первое место, поэтому считается, что вот для лечения именно заставания при ходьбе ритмическое ТМС, наверное, все-таки не самый лучший метод, то есть, ну, они пишут так. Вот. И, соответственно, в плане перспективного метода, ну, тоже там на небольшой группе пациентов, это было пока использовано, транскраниальная стимуляция постоянным током, при которой используются более слабые токи, чем при ритмической магнитной стимуляции, которые могут модулировать скоркую активность, но при этом не вызывая потенциала действия, то есть это более безопасно, во-первых, то есть никаких побочных эффектов у этих пациентов не наблюдается, как вот по сравнению с предыдущим. Вот. И в плане цены, там тоже тут кажется, что это более экономический вариант. Вот. И, соответственно, есть идиничная тоже работа с положительным эффектом в плане заставания при ходьбе, то есть в плане уменьшения частоты. Ну, тоже, то есть это пока просто отдельные какие-то методы, то, чем пользуются. Вот. Ну, и, собственно, все. Вот основное, что обсуждается там, да, резюме. Интересное предложение. Я, наверное, хотела написать, что их существует много. Я считаю, что нет. То есть как бы есть много подходов для терапии заставания при ходьбе, то есть это и фармакологические подходы, и хирургические какие-то попытки, да, исправить ситуацию, и какие-то поведенческие попытки справиться с заставанием путем коррекции поведения, да. Необходим, для каждого пациента, по сути, необходим персонализированный подход, и в перспективе необходим именно, да, поиск того подхода, который сможет действовать по принципу потребований. Ну, то есть когда мы понимаем, что, ну, то есть так как заставание – это не постоянные, да, двигательные расстройства, которые есть у пациента, а, по сути, можно сказать, каким-то пароксимальным, да, эпизодическим расстройством, то есть должен быть какой-то подход, который бы позволял нам его предсказать и, соответственно, дать пациенту помощь именно в тот момент, когда это происходит. Вот, и, соответственно, для того, чтобы мы все-таки смогли это сделать, нам необходимо дальнейшее совершенствование понимания фотофизиологии этого феномена, да, так как мы видели там очень бетерогенные, бетерогенные расстройства развиваются. Как всегда, требуется дальнейшее исследование. Да, 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 вот, и, соответственно, чтобы начать лечить, нужно понять лучше, что там происходит. Но, что интересно, например, если при болезни Паркинсона фризинги, застывания при ходьбе, они могут отвечать на терапию леводопой, да? При ПНП, например, вообще. Считать в голове, маршировать. Считать и маршировать. Да и то, на самом деле. И то, потому, мне кажется, лобной долей и не сможешь его держать. Поэтому это лично раз подчеркивает различный уровень поражения и влечения функциональных сетей, да? Мне кажется, что в хирургической методике возможно вполне себе будут перспективны. Хотя я не очень понимаю, да, для установки системы ДБС ведь когнитивно-нарушение является противопоказанием, да? А многие пациенты, ну, если это атипичный паркинсионизм, у которых развивается составление паркинсионизма, они почти все будут когнитивно-нарушению. Ну, да, поэтому им ставят дуодопов, в данном случае, если есть возможности. Атипичный, даже при атипичный? А, при атипичном нет. Мне очень понравился подход с одновременной стимуляцией разных отношений. Да, ну, опять же, насколько часто мы его в России выделывают, я не верю, что делают. Если я правильно помню, там это реально сделано пациентам в десяти, при этом в пяти центрах мира, то есть там вот такая вот... Ну, потому что оно располагается, это просто давайте попробуем, поэкспериментировать, может и получится. Интересно другое то, что на самом деле сейчас же ведутся очень интересные работы по оценке ФМРТ и ЭЭГ-паттернов при застывании, при ходьбе. Вот они предлагают в качестве входящего сигнала либо ЭЭГ, либо ФМРТ, но просто если пациент... Ну как, он же не будет идти в томографе, не постоянно ходить в томографе, да? С одной стороны, с другой стороны возникает вопрос, насколько эффективным является и верным верной модели воспроизводения, воспроизведения фризингов застывания при ходьбе в томографе. Да, там различные способы предлагаются, там вот эти вот педали, которые человек должен нажимать, но опять же возникает вопрос, насколько это воспроизводится в ходьбу, потому что это совершенно другой паттерн мышечный. И здесь не активируется центральный генератор паттерна ходьбы, здесь активируются другие, на самом деле, другой комплекс мышц работает, так скажем, да? Поэтому... Но что интересно, в частности, то, что, например, функциональные МРТ сейчас пробуют использоваться и с определенным успехом для планирования параметров стимуляции при ДБС, то есть, условно говоря, оценив паттерн спонтанной активности в МРТ-покое, паттерн спонтанной активности головного мозга при помощи использования методов машинного обучения можно довольно-таки хорошо предсказать, определить заранее наиболее оптимальные параметры стимуляции конкретного человека. Это было такое, кстати, сообщение в Гонконге. Но, опять-таки, ФМРТ-покой делает пациенту в покое, у него нет момента фризинга, соответственно... Да, нет, это я просто говорю в плане вообще ДБС и ФМРТ-эдап. В плане фризинга я совершенно согласен, что здесь много ограничений и того, как можно объективно оценить функциональную активность главного мозга. Отлично. Спасибо. Спасибо.